МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24. Для вас в студии работает Александр Маковей. Несколько тем этого выпуска. Пытались спасти, но обгорели. В Виктории в пожаре в дачном доме погибли двое детей. Их привезли к бабушке и дедушке на выходные. Чистота – залог здоровья. Наш город присоединился ко всероссийским субботникам. Развитие и сотрудничество. Хантмансийск летом примет чемпионат мира по бильярду. В следующем году турнир может пройти в Сургуте. Неделя большого спорта в Югре продолжается. Вслед за первенством страны по бильярду Сургут принимает чемпионат России среди взрослых. Открытие предваряло важная встреча. Наталья Комарова побеседовала с Павлом Завальным. А в завершении губернатор Югры и президент Федерации бильярдного спорта страны подписали соглашение о сотрудничестве. Свидетелями ключевых событий стала наша съемочная группа. Первенство и чемпионат России по бильярду в 2021-м в Сургуте уникальны. В течение недели на премьер-арене за медали и право представить страну на мировом уровне бьются сильнейшие спортсмены. Я чемпионат мира выигрывал три раза, чемпионат России ни разу. Так что я приехал покорять новые вершины. Я выигрывал другие России, командные, там все в таком роде занимал, призовые места, но именно первое место никогда не занимал. Я не знаю, чем это объяснить, но мне все же хотелось, но пока я этого не достиг. После Москвы приехал и посмотрел на уровень организации, был очень сильно удивлен, приятно. На качество, комфорт, удобство, высочайший класс, столы, сукно, в общем, все на высочайшем уровне. Тот самый высочайший уровень и в соответствии даже не российским, а международным требованиям – один из поводов говорить о Сургуте-Югре в целом, как об одном из центров бильярда в стране. Развитие этого вида спорта в регионе стало ядром соглашения о сотрудничестве профильной федерации и правительства автономного округа. Наш регион в мире спорта ассоциируется с биатлоном, с лыжами, шахматами, плаванием, волейболом, единоборством, мини-футболом. Мы готовы добавить к этим зрелищным и популярным видам спорта и бильярд. Сургут в город амбициозный, они попросили, а можно чемпионат мира провести здесь сразу, и что нет, ребят, у нас так не бывает. Надо сначала себе зарекомендовать среди спортсменов, что спортсмены хотели приехать, он с кем-то марсистом давно себе зарекомендовал. Мы проведем чемпионат мира на высоком уровне, и тогда можно говорить о том, что в следующем году можем доверить вам проведение чемпионата мира. Но вот сегодня я уже вижу, что мы не ошиблись, мы доверили. Сургут доверие оправдал целиком и полностью. Премьер-арена за несколько дней превратилась из культового волейбольного центра в бильярдный. Новые, современные, профессиональные столы, квалифицированные судьи и небывалая конкуренция. Все дело в том, что это первый официальный турнир под эгидой Федерации с момента начала пандемии коронавируса. Мы на молодежном первенстве завоевали две медали. Это бронзовая медаль и серебряная медаль. Из 16 призеров, это 4 категории, по 4 призера, две медали остались у нас в Пантемасийском округе. Из-за того, что прошлый год был пандемийным, соревнования не проводилось. То есть эти соревнования стали, в свою очередь, отборочными соревнованиями для чемпионата мира. И поэтому к нам приехали сейчас все сильнейшие, как на молодежное первенство, так и на взрослый чемпионат России. «Газпром Трансгаз Сургут» оказал поддержку проведению двух крупных турниров в нашем городе. Руководитель компании Олег Ваховский возглавляет Федерацию бильярдного спорта Югры. В канун официального открытия чемпионата России стало известно, что крупнейшему городу автономного округа доверят право провести чемпионат мира в следующем году. А в этом аналогичный турнир состоится в Ханты-Мансийске. На него поедут те, кто покорит сургутский пьедестал почета. Дорогие друзья, прошу считать чемпионат России по свободной пирамиде открытым! Итоги чемпионата России по бильярду в Сургуте подведут 29 апреля. Борьбу за золото ведут 104 участника из 27 регионов страны. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Также губернатор Югры встретилась с управляющим сургутским отделением Сбербанка. Финансовая организация является одним из инвесторов крупнейших городских застройщиков, в том числе и тех, которые не смогли вовремя выполнить свои обязанности по вводу многоквартирных домов. Наталья Комарова и Александр Салоп обсудили возможность достройки двух домов в комплексе Любимый и 44 микрорайоне. Кроме того, банк помогает компании столице с завершением возведения ЖК «Риверхаус». Участникам долевого строительства дома номер 2 предложены варианты в высотках под номерами 5 и 6. Одна из этих многоэтажек должна быть готова к концу года, вторая уже сдана. Стороны банка нет вопросов. Ну, то есть дом принят ГАСНОМ, обязательства глобальные передольщики выполнены. Теперь идет передача квартир. Обсудили сегодня завершение строительства шестого дома в 44 микрорайоне и третьего дома в ЖК «Любимый». Обсудили основные развилки, нашли решение. И я думаю, в ближайшее время инвесторы смогут приступить к завершению строительства этих домов. Дольщики получат свои квартиры. Жуткая трагедия в Сургуте. В одном из дачных домов кооператива «Виктория» в пожаре погибли двое детей. Пламя объяло двухэтажную постройку около двух часов ночи в субботу. На место выехали несколько отделений городского спасательного гарнизона. К моменту прибытия огнеборцы уже знали, внутри, на втором этаже, дети. Как только первая машина остановилась, в дом сразу же вошли специалисты газодымозащитной службы. Их оборудование позволяет находиться в непригодных для дыхания помещениях. Однако из-за высокой температуры добраться до двух мальчиков в трех и семи лет спасатели не смогли. По прибытию пожарных подразделений происходило горение дачного дома, полностью было охвачено огнем. При тушении пожара происходили взрывы газовых баллонов. По информации встречающих сразу поступило, что в доме находятся дети. Работало четыре звена ГДЗС. К сожалению, детей спастись не удалось. Взрослые как раз сами эвакуировались. После безуспешного спасения детей уже невозможно было находиться в помещении. Состояние у них было шоковое. Множественные ожоги, так как они находились как спали, так и вышли. То есть, грубо говоря, в нижнем белье. Мужчина и женщина в возрасте 58-59 лет находятся в больнице в палатах интенсивной терапии с ожогами и отравлением угарным газом. Напомню, другой пожар в дачном кооперативе «Здоровье» полтора месяца назад также унес жизни двоих детей. Из-за короткого замыкания дотла выгорел одноэтажный дом. Пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка не сумели выбраться. Что послужило причиной нынешней трагедии, еще предстоит выяснить. По факту пожаров в СОТ «Виктория» следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По версии следствия, 24 апреля 2021 года в период с 0 до 2 часов ночи в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание дачного дома, расположенного в СОТ «Виктория» города Сургут. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Расследование продолжается. Еще один крупный пожар произошел в понедельник днем. В поселке Дорожный вспыхнул многоквартирный жилой дом. Пострадал один человек, женщина, которая, спасаясь, выпрыгнула со второго этажа. Дознаватели очертили круг возможных версий. Карина Александровна знает подробности. Звонок о пожаре в деревянном жилом доме в поселке Дорожном поступил на пульт МЧС сразу после полудня в понедельник. Вспыхнула квартира на первом этаже. На место по повышенному уровню сложности выехали 8 спецмашин. Ветхие деревянные строения горят как спички. Это знают и огнеборцы, и сами жители. Вышла в коридор, услышала, как соседка кричит. Посмотрела в глазок, там уже все черное было. Я ребенка взяла, сразу побежала в комнату, где балкон, там как комната, окна открыла. Там хотела обувь хотя бы взять, и ребенку куртку, но там уже сильно воняло, не могла ничего взять, потому что ребенок за мной шел. Эвакуироваться удалось всем жильцам, находившимся в этот момент дома. Без пострадавших, увы, не обошлось. Женщина, чья квартира находилась как раз над эпицентром пожара, спасаясь, выпрыгнула из окна второго этажа и получила травмы. Она упала со второго этажа, закрытый перелом, ноги левой, стопы. Пока огнеборцы ликвидировали последствия возгорания, жителями многоквартирника уже работали специалисты социальной службы. Мы сейчас подготовим информацию, кто именно собственники принадлежали квартире собственникам. Естественно, будут оказаны им помощь в отделении, помочь, материальной помощи. Жители 16-квартирного дома говорят, комнаты, куда огонь не дошел, все равно пострадали от воды при тушении. Пока неизвестно, ускорит ли произошедший пожар потенциальное расселение аварийной двухэтажки. Очаг пожара предположительно расположен в районе входа в комнату в ванной. Наиболее вероятные причины аварийный режим работы критического тока рассматриваются. Неосторожное обращение с огнем, я думаю, тоже будет рассматриваться. Точные причины пожара установит экспертиза. Из квартиры взяты образцы для исследования специалистами криминалистической и пожарно-технической лабораторий. Карина Алексанян, Владимир Федоров, Сургут Интерновости. Застолье в одной из сургутских пятиэтажек закончилось поножовщиной и убийством. В ночь на субботу в полицию сообщили о драке и криках в подъезде дома на Божова-8. После потасовки на лестничной клетке остался лежать мужчина. Его состояние было тяжелым. Прибывшие на место через несколько минут медики констатировали смерть пострадавшего. Полицейские и следователи довольно быстро восстановили картину произошедшего. Оказалось, что 42-летний потерпевший гостил в одной из квартир. Он повздорил с хозяином, не желая уходить домой. 31-летний владелец квадратных метров схватился за нож. Возбуждено уголовное дело. Во время ссоры последний нанес не менее трех ударов куконной ножом в обувь с груди своему гостю. Получив травму, потерпевший вышел из квартиры, пытаясь уйти от обидчика. Однако в подъезде потерял сознание и скончался. Дозреваемый задержан. Следователь готовится к одетайству о его заключении по стражу. Космический праздник года. Библиотеки Сургута и района присоединились ко всероссийской акции «Библия ночь». В этом году она прошла в стране в юбилейный десятый раз. Мероприятие посвятили 60-летию со дня первого полета человека в космос. Наша съемочная группа побывала на событии. Это очень тяжелая и опасная работа, которой нужно учиться долгие годы. Но если мечта о космосе окажется сильнее, то любой мальчишка и любая девчонка действительно могут стать тем самым главным человеком планеты. Главным человеком планеты и героем «Библия ночи» в этом году стал Юрий Гагарин. Именно он 60 лет назад первым побывал в космосе. С того момента и берет отсчет начала эры развития мировой космонавтики и новых технологий, которыми сегодня мы пользуемся в повседневной жизни. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина «Библия ночи» прошла в девятый раз. Конечно, мероприятия мы вынуждены проводить не такое масштабное, потому что ограничения есть. И наши залы наполнены только наполовину. Если раньше мероприятия шли у нас в каждом зале, и наполняемость была максимальная, и к нам приходило где-то около двух тысяч человек участников, то сегодня мы ожидаем около 500 человек на нашу «Библия ночи». Сургутянин и многодетный отец Юрий Бурыкин в числе постоянных посетителей подобных мероприятий в библиотеке. На «Библия ночи» приходит обязательно вместе с детьми. Их у мужчины четверо. Поскольку мероприятия тут имеют такой просветительский характер, я считаю, что это очень важно в связи с развитием дистанционных технологий в последнее время, потому что очень важно детей приобщать именно к книге. И книга – это, в общем-то, то самое культурное наследие, из которого мы действительно можем получить достоверную информацию. Неслучайно мероприятие прошло под девизом «Книга – путь к звездам». Свой путь здесь нашла и дочь Юрия Татьяна. Девочке 11 лет. Она учится в пятом классе естественно-научного лицея. С космосом знакома не понаслышке. Тематические занятия увлекли юную сургутянку еще в школе. На «Библию ночи», говорит Таня, узнала о новых тайнах Вселенной. Мне понравились рассказы о космосе, то есть как тренируют космонавтов, что им надо. Мне вот это нравится. Мы ее изучаем и на школьных уроках, то есть как космос связан, допустим, с Землей. Нужны ли космонавтам ложки и вилки? Из чего сделана одежда астронавтов? Когда появится лифт в космос? Ответы на эти и другие вопросы участники акции смогли получить во время викторины. В целом же программа насыщена мероприятиями. Общение с роботом Эврика, чтение стихов о космосе, встреча с писателем-фантастом, игры, квесты. Зовем в свою галактику, мы просто летим в гости! На карте небосклона сургутского района также ярко и весело. Гвоздь вечера в тематическом пространстве Белого Яра – постановка по рассказам Чехова. Но услышьте же, наконец, спектакль прошел в рамках театральной лаборатории проекта «Школа мастеров». Подобные представления состоялись в 13 библиотеках муниципалитета. На самом деле мы участвуем в каждой библионочи. И даже прошлый год у нас не стал исключением. У нас была первая онлайн библионочь в прошлом году. Но эта библионочь по всей России посвящена космосу. Поэтому в этом году у нас самая космическая библионочь. Участники акции испытали силу в галактическом квесте, побывали с экскурсией на околоземной орбите. Юные земляне исполняли звездные танцы, научились рисовать Млечный путь. А на станции Библиофары, настоящей передвижной библиотеке, изготавливать космические брелоки. Только в Сургутском районе в рамках библионочи состоялось более ста культурных событий. В целом по стране их прошло свыше трех с половиной тысяч. Это значит, что белых пятен об истории освоения Вселенной стало меньше. Антонина Сахарова, Татьяна Расторгуева, Денис Зонов, Сургут Интерновости, Сургут Белый Яр. В России стартовало голосование за объекты, которые могут получить на преображение финансы из федерального бюджета. В Югре участие в программе формирования комфортной городской среды принимают 16 муниципалитетов. В их числе Сургут, который презентует четыре концепции. Чтобы наш город получил транш из госказны на благоустройство, нужно, чтобы активность проявили не менее 30 тысяч человек. Сделать выбор можно в пользу только одного общественного пространства. Какого – решать вам. Отмечу, что участнику голосования должно быть не меньше 14 лет. Какие проекты представил Сургут, чем они отличаются друг от друга и где в нашем городе работают волонтеры, которые знают подробности марафона благоустройства, расскажет Дарья Давыдова. Проголосовать на портале формирование комфортной городской среды можно только за один проект. Сургутянам предлагают четыре концепции. Одна из них – сквер на улице Республики. Разрабатывали идеи участники Всероссийского урбанистического хакатона. На 14 тысячах квадратных метров могут появиться многофункциональное поле, летом футбольное, зимой каток, площадка для выгула собак, скейт-парк, сердце зеленого сквера на Республике – амфитеатр, но необычный. Круг в кругу, как вот этот амфитеатр. Но амфитеатр не просто там, что зашел со ступеньками, посидел, вышел. А то, что еще на верхнем ярусе располагаются вот эти пешеходные дорожки, спортивные, еще и велодорожка, которая в себе вот это объединила. Очень интересный проект. Добавлю, что это были студенты Московского архитектурного института со своими наставниками. Очень творческие личности. Ориентировочная стоимость сквера на Республике – чуть более 28 миллионов рублей. Идея нескольких ярусов с дорожками нашла отражение и в другой концепции – парка в микрорайоне 20-я. Общая протяженность тропинок по планам составит 4 километра. От голосования сургутян будет зависеть, расположится ли здесь скейт-парк, детские и спортивные площадки. Предварительно концепция сквера в 20-ома будет завязана на символе корни. Корни – как истоки, корни – как основы растений, корни – как главная часть слова. Идею подсказали деревья, которые растут в микрорайоне. Плоская история, когда просто дорожка и просто парк, ну, уже не так воспринимается. Все, что куда-то вверх, куда-то какие-то необычные формы приобретает, это в любом случае будет вызывать эмоциональный какой-то уже подъем. Сургутяне могут проголосовать и за создание сквера, прилегающего ко дворцу торжеств. Судя по наполнению, предполагается построить здесь большую ландшафтную фотозону. Здесь хотят разместить необычные арт-объекты, например, сухой ручей, скульптуру в виде колец. И, наконец, самый масштабный проект на голосовании «Экопарк за Саймой» – преображение 60 гектаров. В центре Сургута распределено на несколько лет. В этом году на благоустройство направят почти 46,5 миллионов рублей. Финансы, в частности, пойдут на организацию навесной набережной. Она будет очень интересно вписываться в сам парк, потому что она будет изготовлена в виде навесной конструкции над водой и устлана доской. То тепло, которое есть от парка, ну и концепция, и вот эта доска, они будут дополнять друг друга. Подробно познакомиться с проектами можно на портале «Формирование комфортной городской среды». Там же, пройдя несложную регистрацию, отдать свой голос. Подробности можно узнать не только на сайте, но и у волонтеров, которые сегодня начали работу на инфоточках. В нашем городе таких две – в ТЦ «Союз» и в МФЦ в Сургут-Сити-Моле. Добровольцы покажут проекты, объяснят, как и зачем сделать свой выбор в пользу концепции. Продлится голосование до конца мая. Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости. Чистота – залог здоровья. Сургут присоединился ко всероссийским субботникам. На уборку вышли специалисты Департамента городского хозяйства, партия «Единая Россия», «Молодая гвардия», «Волонтеры». Вооружившись граблями, перчатками и большими пакетами, очистили территорию возле мемориала славы от листвы и мусора. Участники экологической акции отметили – поработали легко и плодотворно. Мы, видите, однопартийцами вышли сегодня на предоставленный нами участок. Участок, я могу сказать, что сегодня не в очень плохом состоянии. То есть мы все видим прекрасно, что здесь только одна листва, больших предметов не имеется. То есть сегодня, я думаю, будет легко убрать данный участок. Также в минувшие выходные привели в порядок зеленые зоны на улицах Гагарина, энергетиков, республики. Мероприятие прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В мае же состоится еще один масштабный субботник. Принять участие в общегородской уборке смогут все желающие. Необходимо будет заранее зарегистрироваться и оставить контакты. Ближе к дате проведения марафона организаторы сообщат подробности. В наших городских субботниках может принять участие любой гражданин, любой житель города. Для этого достаточно позвонить 264390 в лесопарковое хозяйство и оставить свои координаты. При формировании групп на субботник вы будете уведомлены и приглашены. Встретить праздник в чистом доме. Всероссийский субботник не прошел мимо и Сургутского района. В выходные на улице поселений муниципалитета с граблями и лопатами вышли тысячи жителей. Среди них как волонтеры и школьники, так и сотрудники местных администраций. Вместе с уборкой дворов и общественных пространств в районе дали старт и весенней недели добра. Валерия Кудрявцева знает подробности. Весело, задорно, с песнями в Белом Яру вышли на Всероссийский субботник сотрудники местной администрации и трудовые коллективы. Поднимать боевой дух чистушками во время уборки – одна из многолетних традиций городского поселения. Чистоту наводят как на общественных территориях, так и во дворах. Проблема наших поселков, у кого много старого ветхого жилфонда, у этих домов нет придомовой территории. И наши жители не платят за уборку придомовых территорий дворникам. Поэтому дворник по-хорошему должен убрать подъезд и отмостку, и в радиусе метр вокруг дома, дорожку к тротуару – все. В принципе, мы и жителей призываем, и мы надеемся, что сегодня и жители тоже выйдут на субботники. Я знаю, что многие в группу наши выходили и спрашивали, куда вы ходите, как вы ходите, в какое время. В масштабной уборке присоединились и школьники. Дарья Крюкова – ученица Первой Белоярской СОЖ. Волонтерством девушка занимается пять лет. И, как отметила Дарья, субботник для нее тоже стал своеобразной традицией. На самом деле, если ты сам не очистишь свой поселок, то никто это не сделает за тебя. Один человек тоже решает многое. Всего в весенней уборке поучаствовали около 50 учеников Первой Белоярской школы. Вместе с ними на субботник вышли и учителя. По словам директора учреждения, большинство детей с энтузиазмом участвуют в весеннем наведении чистоты в городском поселении. Очень многие… Вот снег, например, кидает зимой, когда у нас съезжают с корта. Вот здесь многие очень даже хотят, ребята. Мальчишки чувствуют себя мальчишками. Когда они берут в руки лопату, например, знаете, когда они чувствуют, что вот разудись плечо, разбогнись рука, да. Они чувствуют это, им это приятно. Вместе с субботником в Сургутском районе стартовала акция «Весенняя неделя добра». Волонтеры почистят снег у всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в частных домах в муниципалитете. Для того, чтобы не было подтоплений, для того, чтобы был свободный доступ к дому. Поэтому волонтеры сегодня в Барсово наводят порядок у двух ветеранов. Они живут в частных домах. Следом у нас городское поселение Белый Яр. Мы уберем там не только у ветеранов в частном секторе, но и наведем порядок на кладбище. Почистим могилки ветеранов для того, чтобы люди могли к 9 мая прийти и отдать честь и память погибшим во время Великой Отечественной войны. Уборка дворов ветеранов и наведение чистоты в населенных пунктах Сургутского района продлятся до конца апреля. По словам сотрудников администрации, главная задача – встретить майские праздники в опрятном муниципалитете. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Белый Яр, Барсово. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блока коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Сургут Интерновости Телеплюс. Провайдер «То его города». Малышей и подростков одеть очень просто в сети магазинов «Карапуз». Весенняя коллекция модной и удобной одежды уже ждет. «Карапуз» – все лучшее детям. Это радио, авторадио, над кварталами, автострадами. Авторадио. Первое автомобильное радио. Радио. Реклама. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд» на 5ria.ru. Телефон 221-555. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!